итак мы продолжаем наш рассказ о турне по югу россии и следующая остановка после таганрога у нас был славный город анапа мы в анап уехали с миссией дополнительные встретиться с моим другом детства ныне он философ и социолог кандидат философских наук интересуется проблематикой вообще физической культуры спорта жизни с философской концепции такой и проведение урока в школе дзюдо спортивной школе дзюдо тоже моего давнишнего друга с кем мы когда тренировались александра дмитриева ну а философ это михаил лановский но так сказать как говорится пути неисповедимы и в какой-то момент оказалось так что философу михаилу пришлось уехать тот день когда мы приехали а по пути в анапу мы не не совсем корректно избрали маршрут движения и заехали в ростов на дону хотя надо было нам ехать по объездной дороге мы заехали в ростов на дону потеряли где-то около полутора часов времени в результате чего мы не успели на запланированную тренировку с учениками александра дмитриева вот ну как говорится что есть то есть в любом случае мы приехали доехали до анапе до анапы нас хорошо встретили в гостевом доме как анкора до до гостевой дом анкора будете в анапе рекомендую так сказать хорошие условия но мы были в марте и достаточно так сказать удобоваримая стоимость ибо не есть хорошая дровяная со всеми условиями так сказать сменниками и так далее вот благодаря михаилу который порекомендовал этот гостевой дом хорошем месте до парковая зона близко к морю но погода была экстремальная погода была она была экстремально как она была солнечная но ветреная ну прохладно это не снег не сильный но прохладно было да но из-за ветра и влажности казалось что катаклизм казался катаклизм но для нас хорошо потому что мы уехали из холода вот мы значит переночевали очень хорошо на следующий день все равно мы все-таки встретились с александром дмитриевым мы забронировали баню хорошо попарились и провели хорошую беседу разговоры тоже о жизни от дзюдо с александром это будет видео опубликованы вот впечатление хорошие об анапе ну владу в принципе вот он сейчас расскажет на ему удалось конечно в полной мере ощутить прелесть анапы вот потому что он провел все-таки мастер-класс учебное занятие в одном из клубов айкидо вот и слово владу да ну в анапе как бы мы приехали попарились да и великая сила интернета как это использовать клуб тандем любезно согласился принять ребятам я тоже предлагал но они горят нет мы это десант после бани до после бани легко собрался он был от нас буквально в минуте ходьбы но в минуте езды но ходьбы там минут 15 скажем так и мы договорились с олегом фроловым руководитель клуб за что ему отдельная благодарность было оружие я с удовольствием позанимался на этой тренировке а потом он горит сейчас детская тренировка вот пожалуйста скажем так и и мне там удалось то что мы здесь готовили программу реализовать ее в полном объеме потому что по ментальности то есть люди занимающиеся айкидо дети они больше воспринимали чем которые дзюдо которые воспитаны на борьбу то есть и мне удалось скажем так провести занятия что олегу отдельное спасибо клуб тенден айкидо и что такое что очень важно иметь партнера то есть он говорит я спасибо он мне спасибо говорит я ему что удалось ему позаниматься самому то есть преподавать и тренироваться это две разных категории скажем так то есть много можно преподавать много можно заниматься но вот а можно и преподавать и заниматься да самому что тоже очень очень важен партнер еще вот я проект в анапе я не то чтобы я не знал я просто в этом убедился что когда тебе делают приемы это как очень позитивная гимнастика скажем так не разрушает тебя как не изнурительно а именно и посылка на что-то был единоборство как оздоровить дару изберегающих правда практика скажем так но это мы понимаем спустя 30 лет практики усиленной даже больше у нас у всех потому что опыт был и тяжелой атлетики и йоги и рукопашного боя и ножевого боя и борьбы тоже скажем так но борьбы в меньшей степени потому что больше мы теоретики то я по крайней мере скажем так а муки да да опыт такой и мне действительно ребята все позитивно воспринимали было радостно скажем задавали вопросы такие но наивные вопросы скажем так а вот если я вот так то то что будет то будет все по-другому если это вот так то есть попробуй сделать именно вот эту форму как вот дзюнока то мы показываем а если вот так не схватит не схватит для этого есть другая форма скажем так применение и мы почему-то вот три единства все вот всю поездку вот хочется сказать что три уровня то человек все стоят да это таши ваза по японски там все на коленях это сувари ваза а один стоит другой на коленях это ханми хантачи и то есть получается прослеживается как в человеке три уровня так и во взаимодействии это это здорово когда ты это понимаешь и тогда вопросы некоторые автоматически снимаются а почему это так а почему так потому что уровни разные скажем так и мы здесь в кулуарах там в парилке тоже беседа наша не прекращается что если кто-то выше уровнем если с ребенком то разговариваешь ты должен вот как мы сейчас сидим уже на уровне то то есть если бы кто-то стоял то у кого-то был бы дискомфорт ну у кого кто и голову задирает и кто вниз опускает поэтому мне я давно это слышал когда ребенка ведут за руку ведут его вот так вот человек взрослый идет рука у него внизу естественном положении а у ребенка вверху но если мы хотим уравнять шансы тогда возьми вот так вот и иди сколько ты пройдешь опять тебе захочется что-нибудь покапризничать и если ты это все понимаешь вот баланс нет не только до кровавых соплей тренироваться до блеводины скажем так но и это свое время нужно полезно этот опыт там приобрести но и период восстановления скажем так а следующий уровень чтобы даже не допускать чтобы тебе надо было восстанавливаться то есть то что мы то здесь тоже без камеры говорили скажем так людям нужно какие-то дополнительные эти вещества чтобы расслабиться а если ты расслаблены расслаблены не синоним вялый расслаблены синоним упругий и готовый к любому действию скажем так поэтому схватку невозможно же вести когда ты постоянно и сердце у нас она она же бьется 24 часа в сутки всю жизнь если она перестает мы умираем да но также четыре клапана пока одни работают другие отдыхают что ты скажешь по нашей беседе интересная была у нас беседа с александром дмитриевым на самом деле хороший мастер дзюдо много преподавал в московской области в подольске были воспитанники которые в последующем стали призерами различных турниров и на уровне россии там и так далее но переехав в анапу он там начал тренировочную деятельность ну и как то на мой взгляд показалось мне что он немножко опустошён такой уставший потому что как у наши два уха чтобы слушать но опять слушайте слышать это же разные вещи скажем так то есть еще надо не только слушать но и слышать ну что что я услышал он просто несколько раз я уже шесть лет не был в отпуске там с какой-то горечью так говорят но это значит что он что-то какую-то взял ношу на себя такую что нельзя ее оставить типа то а вот если там я оставлю все-таки потом завянет да 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 но на самом деле но живет в анапе в курортном месте там не надо на отпуску там это саша ты живешь прям в отпуске не лукарь да и бывает так что ты живешь в мечте многих людей советских я вчера смотрел тоже передачи там сказали так вы сочинцы самые счастливые люди вы уже живете в счастье знаете прикуп то есть практически анапа курорт да и он что сказал что вы как глоток свежего воздуха хотя теоретически мы приехали в анапу и там должен быть глоток свежего воздуха может быть это связано с неким таким моментом выгоранием профессиональным нет ты помнишь мы шли-шли-шли тоже и зашли в спортшколу ну зашли да да есть такая некая штука как наверное может быть какой-то такой сразу ну вид мы мы вот ехали с таким ощущением абсолютной расслабленности а там рамки а там да какие-то вот некие рамки мы тоже рамки соблюдаем такта приличия все по согласованию безопасность мне даже две прививки мы же не может раньше бы уехали но две прививки надо было сделать чтобы у нас хоть один был в машине безопасный мы ехали с безопасностью да да то есть у меня было все в порядке ну что подводя итог анапы что удалось да удалось несмотря на то что опоздали мы вечером сходили поле героев на маяк посмотрели к морю спустились если с этой точки зрения пообщались с александром с александром на тренировку провели то есть день вот как бы мы ой мы не успели все мы успели да да принципе большому счету мы успели самое важное мы успели больше даже может быть и больше да анапа хороший город всем рекомендуем и все города где мы были очень хорошие впечатления хорошие так что но пока не сезон там пустота да и ты представляешь что вот там же центральная альмина мы гуляли по пустоте это кстати вот очень интересное ощущение да 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 что когда ты идешь нет никого вид курортный да то есть пальмы пальмы да все вот и что необычно приезжать не в сезон то есть но для меня по крайней мере это было такой опыт приезжать не в сезон когда не кишет все вот все солнце яркое и так анапа была пройдена или как говорится она анапу взяли и и двинулись в сторону лазаревского ну это в следующем там была история которые три дня не давала покоя а сейчас пока мы пойдем веничком помахаем помашем